Всем привет! Сегодня мы будем с Ваней готовить очень прикольный желейный торт в форме... Ютубовской кнопки. Да, как видите, мы на новой кухне. Надеемся, что вас не будет раздражать наша раковина. Мы что-нибудь придумаем. Прямо посередине барной стойки, но... Что есть, то есть. Да, но мы подумаем, как этот вопрос можно решить. Может, смеситель поменяем. В общем, как-нибудь разберемся. Но сейчас пока что не об этом. Что нам понадобится для того, чтобы приготовить этот торт? Во-первых, он очень простой, до безумия. Минимально ингредиентов. Да, нам понадобятся боксы для еды. Вот такая вот коробочка маленькая. И вот такая вот большая. Все верно. Также нам понадобится желатин. У нас желатин в вот таких вот пластинках. Можно взять обычный. Порошковый, да? Порошковый, да. И вам понадобится где-то 3-4 пакетика. Потому что нам нужно, чтобы все очень хорошо так затвердело. Чтобы прям... Был... Желатин, чтобы желе было очень упругое. Молоко. Сколько у нас здесь миллилитров? Ну, на самом деле, я налила молоко в эту коробочку. Ну, вот столько, сколько мне нужно. И потом перелила в стакан, чтобы было удобнее. То есть, по миллилитрам сами определите, сколько у вас. Да, смотря какого размера у вас будет коробочка. Так, следующее, что мы... Дальше... С чего мы начинаем? Еще пока не начинаем. Также нам понадобится еще красное желе. В нашем случае это малиновое. Целый пакет. Но к нему я добавлю еще пластины обычного нейтрального желатина, чтобы получилось все очень упругое. Да, ну и возможно, чтобы еще было краснее, мы добавим... Краситель. Краситель окрасный. Посмотрим там, может, как получится. Так. Но для начала мы займемся вот самим вот этим вам треугольничком клей. Для этого нам понадобится вот эта вот маленькая коробочка, молоко, желатин и сахар. Выливаю в сотейник молоко. Можно, кстати, вместо молока взять нейтральный какой-нибудь йогурт. Только без добавок, потому что нам нужно... Чтобы он был белого цвета, да? Да, да. Вот, поэтому тут уже смотрите сами. Так как молоко, оно не сладкое и не соленое, все-таки мы готовим сладкий торт. Да, ладно. Да, нужно... Нужно добавить сюда сахара, либо же меда. Либо соль, а если вы любите соленое желе, тоже. Кстати, мед я бы не советовала добавлять, потому что мед даст такой желтоватый оттенок. Поэтому лучше просто обычный сахар. Включаем конфорку и добавляем 3-4 столовых ложки сахара, чтобы оно было очень сладенькое. Можете, в принципе, поменьше добавить. Как немножко подогреется молоко, мы размешаем сахар, чтобы он у нас не пригорел. Молоко у нас уже подогревается. Мы размешали весь сахар. Теперь будем добавлять желатин. Давай, ты добавляй, я буду размешивать. Выключаем? Да, можно конфорку выключать. Потому что нам температуры хватит. Очень сложный рецепт, ребят. Я не знаю, как мы это все сделаем. Нет. Все очень легко. Ну что за сопля? Отвали. Отвали. Кстати, ничего страшного. То, что у нас есть пена, все равно в итоге мы ее потом все срежем. Лишнее. В общем, заливай. Потому что из этого мы потом будем вырезать клей. Ну, дальше мы все сходим. Ну, все, закрыли и убираем в холодильник. Ой, я так чуть не перевернул. Теперь нам нужно ждать, пока все застынет. Ждем пару часиков и потом приступим к следующему этапу. И потом опять будет нужно ждать пару часиков. Да. Но зато будет круто. Да. Ну все, можно отдыхать. Уходить. Желатин у нас застыл. Сейчас я вам покажу. Да. Вот. Такое вот молочко. Прошло очень много времени, 3 часа, больше 3 часов. Теперь нам нужно сделать очень интересное. Сделать то же самое, что мы сделали до этого. Да. Только мы теперь сделаем это из сока. Сока. Подай сок. Покажем. Мы взяли такой вот ягодный. Это у нас брусничный сок. Вы можете взять любой другой. У нас в холодильнике оказался этот. Он походит нам по цвету. Мы, кстати, добавили немного сюда воды. Да. И еще у нас есть там в другом. То есть мы, опять же, сделали абсолютно все то же самое. Налили в емкость, добавили воды столько, сколько нам нужно, вот чтобы заполнить. Потому что столько у нас примерно была половина, а все остальное вода. Мы еще добавим желатин, который с малиной. Плюс еще добавим запахом, вкус даст. Плюс мы еще добавим сахар, потому что оно вообще не сладко. Вообще не сладко, да. Берем кастрюльку побольше, потому что жидкости у нас много сейчас. У нас 2 литра жидкости. То есть вот сюда помещается 2 литра воды. Да. Обалдеть. Компотик. Вы, кстати, можете и с компотикой. Кстати, да. Кстати, да, реально можно компот. У нас стакан ударили. Так, добавляю сколько ложки? 4. Как это сделать? 2. То есть на ту маленькую ты добавила 2,5, здесь 4 на 2 литра. Ну, кстати, можно будет попробовать, если он будет не сладкий. Потом, когда будем варить. Когда будем разогревать. Да. Нам, опять же, нужно сделать, чтобы сахар растворился. И желатин будем в него добавлять, чтобы он растворился. Все, давай. Переходим. Переходи. Все, мы включили. Сахар уже начинает растворяться. Сейчас помешай немножко. Да, помешай, и я тебе сейчас подам желатин. Высыпаю малиновый желатин. Что, немножко засыпал? Да. Как он пахнет. Выливаю, высыпаю порошок. Да, реально очень классно пахнет. На тебе ложечка, попробуй, каково оно на сладость. Сладенькое или не очень? Да, очень хорошее. Хорошее? Угу. Ну и все. Сладкое, кстати. Ну, вкусно. Вкусно? Угу. Теперь просто мешаем до полного растворения. Мы будем ждать, пока у нас остынет наша смесь, потому что она слишком теплая. Можно было ее не так сильно разогревать. Да. А сейчас мы приступим к изъятию этой смеси. Так как мы делали все в прозрачных вот этих вот коробочках, они очень удобные, потому что пластиковые, и у них тут довольно скользкое покрытие. И вытащить жилейное что-либо очень легко. Очень. Видите, как легко? Ну, смотри, воздух уже туда попал. Сюда сразу. О. Что? Он сейчас отстанет. Отстань. Отстань сразу. Сейчас главное тоже не снимать. В общем, это очень легко, ребят. О. Все. Надо было туда подуть. Вот, смотрите. Смотрите, как получается. Кнопка готова. Супер. Так, теперь нужно вот эту, да, вот так будем делать. Теперь. Вот так. Вот так. Так, Ваня будет резать, потому что если я буду резать, Можно сильно, немножко срезать, а потом... И потом по чуть-чуть срезать и срезать. В общем, как я и сказал, будем по чуть-чуть срезать и до того, как у нас получится то, что нам надо. Давай. Ну, в самом деле это нелегко. Мне кажется, это самое сложное сейчас. Вот так вот он будет стоять. Ну, смотри, выглядит как кнопка. Да, ну все, значит, больше ничего резать не надо. И потом мы его поставим... В какую сторону? В середину. Ну, смотри. В середину? Ну, естественно. Да? Плей же в середине, все красное. Никогда не вил логотип Ютуба. Как там наша красная смесь? Да, еще теплая. Ну, будем ждать, пока она остынет. Потому что, если мы зальем горячим, наша белая кнопка растает. Ты готова? Я готова. Я буду держать эту штуку, а ты будешь заливать. Жидкость у нас осталась. Остыла. Остыла. Остыла и осталась, никуда не делась. Не сбежала. Не сбежала, да. Теперь главное ее прижимать, чтобы она не поднялась. Давай пробовать. Давай, заливай. В общем, Катя фантазерка, если вы не знали. Я стараюсь. По чуть-чуть, потихоньку. Может, вот так залить? В смысле? И все? Она когда это схватится, потом уже залить остальное. Просто, если мы сейчас запорим. Ну, хорошо, давай. Да, и накрыть. Она не упадет? Она не дотрагивается до крышки. Блин, надо было длиннее делать. Реально, думаешь, не достанет? Но так стоять она точно не будет. Надо скот... Подожди. Вот так вот подержать. Зай, ну не при... Зачем ты так сильно прижимаешь? Нет! Поднимай ее, поднимай. Нет, ну ничего страшного. Все. Как ее присобачить? Ты же скотчем будешь клеить? Зай, ну то, что всем неизъедобно получится. Сейчас попробуем. У меня идея была крышку приклеить скотчем, но ты мне дала новую идею. Приклею? Подожди, только... Ну, держи. Держи. Приклей? Да, приклеила, но она не клеится. О, слушай, она срежется. Подожди. Ваня мастер на все руки. Инженер. Вот что значит, человек учится на инженера. Надо же где-то при этом использовать свои знания. Все. Теперь мы не дышим, не трогаем, не дай бог оно упадет. Это нужно поставить в холодильник, чтобы оно быстрее остыло. Ты понимаешь, что не соответствует. Почему? Ваня приклеила все скотчем. Ребят, скотч спасет мир. Сюда? Да, тут холодно. Холодно. Так, я все все делаю. Если упадет, будешь виноват ты. Да. Так тщательно, мы еще никогда ничего не ставим в холодильник. Так, он закроется, ты же до конца закрою. Покуха, все хорошо. Все, она сейчас не схватится, а потом мы зальем остальное, и оно будет супер. Все, круто. Ждем еще пару часов. Горизонт завалят. Доставай. Ванина идея была суперская, немножечко прихватился. Слой прихватился. А теперь мы не будем бояться того, что у нас эта кнопочка всплывет. центральный слой теперь можно заливать все остальное аккуратно скотч не будем убирать фиксирует по центру чтобы она никуда не уехал все заливай заливай тут чуть-чуть там чуть-чуть потому что мы все такие дела сделали сладенький сиропчик поэтому если мы чуть-чуть добавим воды вообще не изменится ни на что это не повлияет пену бы еще бы убрать пену я постараюсь ложку убрать у меня полопать не может ты все равно не уберешь ложечка смотри все уберу ложечка да а то она будет некрасиво все равно лицевая сторона будет вон так нижняя когда которая внизу ну что моя голова обрезала наша кнопка практически готова осталось только застыть желатин да убираем в холодильник на целую ночь и завтра утром уже у нас будет все готово и вот настала следующий день когда наша кнопка уже застыла прошло 24 часа давай доставай наше произведение искусство ну слушаем замерзло капитально очень сейчас будем доставать нашу кнопку так как мы это сделаем что-то это так хорошо приклеился желатин что страшно ждем ждем пока подтает низ но края мы такого можем очень просто когда так что убирать а если мы немножко вот так сделаем то есть вот про я когда что происходит все пошло не по плану приусердствовал стой ты переусердствовал ребят не плачем как кати как его отклеить она уже она не отклеится что думаешь все мы все испортили не мы а ты я что я да вот такая вот некрасивая жижа у нас получилось что это такое перевернем по идее это должно было быть красивой страны да но я проверю что получилось это слушай эта сторона посимпатичнее но все ребят короче торт готов он правда развали если вас по премии руки чем у нас у вас получится намного лучше на самом деле если будете делать реально такой торт сделайте в маленьких пропорциях да в маленьких формочках не делайте такой большой как мы это большая ошибка но по идее принципе неплохо ну если закрыть на все глаза ну что получилось не совсем как мы планировали но она же получилась ну мы старались ну ничего плохо получилось в принципе вы можете написать получилось ли у нас кнопка или нет ну не знаю мне было очень интересно сделать этот рецепт и мне кажется получилось неплохо не супер-пупер но но и не неплохо она разваливается на нее просто лучше не смотреть не надо это мы это будем жалей очень долго есть да я сейчас сяду поеду сейчас ешь не не все кусочек с кушкой вот такой у нас получился дебютный рецепт на нашей новой кухне поставьте пальчики вверх если вы считаете что это достойно пальчиками подписывайтесь на наш канал и ждите новые ролики даже не забывайте оставлять комментарии на этом все и все на этом все Субтитры сделал DimaTorzok